В Казанском федеральном университете прошел фестиваль для студентов первого курса «Открывая мир науки». Он состоялся в рамках цикла мероприятий, приуроченных Году науки и технологий в России. Фестиваль науки для студентов первого курса – это прежде всего возможность заявить о себе как о молодом специалисте. Свои научные кружки здесь представляют химики, физики, экологи, гуманитарии, инженеры, программисты и многие другие. Во время фестиваля были представлены площадки студенческих научных кружков по социогуманитарному, естественно-техническому, инженерно-техническому направлениям. На сегодняшний день в университете существует более 120 студенческих научных кружков, в деятельности которых принимают непосредственное участие студенты. У них есть лишняя возможность проверить себя в какой-либо практике, ну и узнать, что же им будет интереснее, чем они хотят заниматься дальше. Это важно, потому что сейчас, если теория всегда подкрепляется практикой, то они быстрее понимают непосредственно, что же им необходимо делать в жизни и как применять свои полученные навыки. Поэтому, если сейчас с первых же дней их обучения привлекать их к практике, это и теория, соответственно, ложится лучше и усваивается лучше. Без кружковой деятельности довольно сложно выбрать чисто из теоретических знаний, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем в научной карьере. А вот как раз кружковая деятельность дает возможность с первого курса уже выделить для себя какие-то, ну скажем так, отрасли знаний, которые и в дальнейшем уже развиваются. Помимо выставки научных кружков, на мероприятии была презентована Ассоциация студенческих научных кружков. Новая ассоциация призвана консолидировать работу всех студенческих научных кружков при университете. Она направлена на объединение студенчества Казанского университета, популяризации научной деятельности и помощь студентам при выборе направления развития. Если вы получили хоть малейшую толику интереса, хоть малейшая искорка у вас дождлась, это означает, что с вами можно и нужно работать дальше, и у вас впереди очень долгий путь, путь становления ученого, исследователя, инженера. В конце мероприятия прошло награждение институтов по итогам фестиваля «Интеллектуальные бои». В малой группе победителем стал Институт физики, а в большой группе золото завоевала команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Также призы получили самые активные участники фестиваля «Интеллектуальные бои». Их наградили отдельно от сборных институтов. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Радмир Софиулин, Универньюз.